Вы смотрите главные новости к этому часу. С вами Елена Вознесенская. Здравствуйте. Один украинский военнослужащий погиб возле Луганского в зоне проведения антитеррористической операции. Об этом рассказал спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Дмитрий Гуцуля. По его словам, в течение суток российские наемники шесть раз нарушили перемирие, выпустив почти полсотни мин и снарядов. Дважды украинские армейцы были вынуждены ответить огнем. Почти все провокации зафиксированы в районе Светлодарской дуги. С 8 утра в течение трех часов оккупанты провели четыре обстрела по позициям наших защитников в районе Луганского, применяя минометы калибров 120 и 82 миллиметра, а также гранатометы. Кроме того, зафиксировано 20 минометных снарядов разного калибра. Еще 12 мин. Боевики российско-оккупационных войск выпустили ночью по позициям защитников Троицкого. Здесь наши военные адекватно ответили врагу из гранатометов. Незаконно задержанный в России украинский журналист Роман Сущенко встретился с женой и дочерью. Они приехали в Лефортовское СИЗО. Об этом ЮЭТВ рассказал адвокат Марк Фегин. По его словам, это свидание последнее до начала суда по существу. Завтра московский городской суд рассмотрит продление ареста. Срок содержания под стражей у Романа Сущенко заканчивается 30 января. Все свидание длилось час 10. Ну, в общем, они остались довольны. Роман тоже был очень рад. Они сумели ему передать приветы от его коллег-сотрудников Украинформа, от друзей, от всех, кто пишет Роману. Рассказали о родителях, о каких-то таких бытовых вещах. Об вообще-то остальных вопросах разговаривать нельзя, о деле разговаривать нельзя. Это все проходит через стекло. Завтра состоится суд, который продлит этот срок содержания на следующие приблизительно два месяца. Если суд не изменит меры пресечения с любой несвязанной содержанием под стражей, на чем мы раз за разом настаиваем, ну, будем также обжаловать в апелляционной инстанции. Украинского журналиста, корреспондента агентства Украинформ Романа Сущенко российские силовики задержали в Москве в сентябре 2016 года. ФСБ России необоснованно обвиняет его в шпионаже и утверждают. Сущенко – кадровый сотрудник главного управления разведки Минобороны Украины. В Киеве задержание украинца назвали провокацией, а все обвинения – надуманными. В аннексированном России Крыму ФСБ задержали крымского татарина Исмаила Рамазанова. Его везли в следственный комитет в Симферополе, по пути избили, рассказал адвокат Мамед Мамбетов. По его словам, Рамазанова обвиняют в пропаганде экстремизма. Силовики на рассвете ворвались в его дом в селе Родниково Симферопольского района и устроили обыск. «Примерно в 4 часа утра они начали стучать. Резко зашли. Стали спрашивать, дома ли сын. Женщина-полицейский достала постановление суда. При этом она разговаривала по рации. Они начали обыск по всему дому. Сразу забрали телефон, планшет, все гаджеты. Перевернули весь дом. Отодвинули кровать и там нашли 20 патронов. Нашли понятых. Они это все зафиксировали. Забрали украинский диплом сына, его паспорт. И увезли в следственный комитет». Выстрелы, от которых погибли первые герои революции достоинства на улице Грушевского, велись со стороны силовиков. Это доказало расследование, сообщила адвокат Евгения Закревская. Установлено, на этих позициях находились подразделения Беркута из Харькова, Львова, Днепропетровска, Полтавы и Винницы. Продвинуться в расследовании удалось, когда дело было передано в Генеральную прокуратуру Украины. Сейчас расследование пытается установить личности непосредственно стрелявших спецназовцев, а также их руководство. «На данный момент следствием абсолютно четко установлено направление выстрела, дальность выстрела, которая говорит о том, что стреляли именно со стороны правоохранителей. Установлено место и время каждого ранения. Были не только погибшие, но и ранены теми же патронами и летального действия, которым, собственно говоря, был убит, например, Сергей Нигоян». Украинец Сергей Нигоян и белорус Михаил Жизневский были застрелены в Киеве на улице Грушевского 22 января 2014 года во время революции Достоинства. Тогда Беркут попытался зачистить Евромайдан. Сергей Нигоян получил огнестрельные ранения в голову, шею и грудь и был убит охотничьим патроном с картечью. Таким же патроном был ранен, скончавшийся через три дня в больнице активист из Львовской области Роман Сенек. Михаил Жизневский погиб от сквозного ранения в грудь пулей для принудительной остановки транспортных средств. По данным Генеральной прокуратуры, такие патроны были на вооружении Министерства внутренних дел. Гуманитарные последствия аннексии Крыма и российской агрессии на востоке Украины сегодня рассмотрят на заседании Парламентской ассамблеи Совета Европы. Отчет представит депутат от Литвы Эгидио Саварейкис также обсудят потребности людей, которые были вынуждены покинуть свои дома и теперь нуждаются в помощи. Кроме того, вопрос об аннексии Крыма и российской агрессии на Донбассе подымет делегация Нидерландов. По словам вице-президента ПАСЕ Владимира Арьева, председатель голландской делегации планирует обсудить вопрос отказа России сотрудничать с комиссией по расследованию катастрофы MH17 в 2014 году на Донбассе. Всемирный экономический форум открылся в швейцарском Давосе. Это 48-я встреча. В ней примут участие 2500 гостей из более чем 100 стран мира. Среди них представители бизнеса, политические лидеры и журналисты. В программе заявлено несколько сотен вопросов от экономики безопасности до экологии и новейших научных разработок. Впервые в рамках форума будет работать площадка «Украинский дом». Это дискуссионный хаб. Цель – продемонстрировать инвестиционный потенциал и бизнес-возможности Украины. Это указано в сообщении организаторов. Утечка газа из подземного трубопровода в центре Лондона. Почти полторы тысячи человек эвакуировали из отеля и ночного клуба сегодня ночью. А главный железнодорожный вокзал Чаринг-Кросс закрыли. Полиция полностью перекрыла движение транспорта на улице, где произошла утечка. А местных жителей призвали пока не ходить в этом районе. Как сообщает пожарная служба Лондона, утечка газа произошла из-за повреждения подземного трубопровода. Массовая эвакуация на Филиппинах. Уже 56 тысяч местных жителей покинули свои дома из-за извержения вулкана Майон. Фонтаны из лавы достигли высоты 700 метров над кратером, а столбы пепла поднялись на три километра. Вулкан проснулся неделю назад. По всей территории провинции Албай отменили занятия в школах. Правительство повысило уровень опасности до четырех по пятибальной шкале. Украинские дзюдоисты завоевали четыре медали на первом в этом году турнире мировой серии IJFF Гран-при в Тунисе. Об этом сообщила пресс-служба Национального Олимпийского комитета. Дарья Беладид и Александр Гордиенко заработали два золота и две бронзы. В копилку украинской сборной принесли дзюдоистки Марина Черняк и Галина Тарасова. Вы смотрели главные новости. К этому часу с вами была Елена Вознесенская. Оставайтесь с ЮАИ-ТВ.